Наша замечательная гостья Мария Гончаренко. Но сначала, Маша, я скажу, что ты участница реалити-шоу, которое мы снимали в первом семестре, так скажем, этого телевизионного года, нашего шоу «Ты сильнее». И продолжаешь вообще свой путь, что очень круто. А вообще Мария еще и руководитель семейного центра развития «Мария». Проект я уже соходила в 109 килограмм. Сейчас какой? А сейчас у меня 100. 100. Имея свой центр и в центре спортзал, ну, стыдно было бы не ходить на свои же тренировки. Предоставилась возможность или представилась? Как верно? Запомним, что в разговорной речи возможны оба варианта. Всем привет! В эфире программа «Есть Тудэй» в студии Ирины Мигунова. И, как всегда, этот день вместе с нами встречает наш надежный друг и партнер – группа предприятий «Янта». Группа предприятий «Янта» – полезные продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества, по ГОСТу, такой нежный, такой густой «Янта» есть вкусно. Доброе утро, друзья! Добрый день! Привет, Илья! Привет, Илья! Илья Селютин сегодня со мной в студии. Ну, а мы рады вас приветствовать в этот день чудесный. Он праздничный? Праздничный, волшебный. Конечно, есть много споров относительно 14 февраля. И есть те, кто категорически не признают, мол, не наш он праздник, не бусурманский. А мне кажется, ну, есть же повод. Радостно же, здорово же. Ждет же от тебя с утра цветочек, любимая? Ждет. Ждет? Не только цветочек. Ну, ты уже на работе, ты успел? Да, да, да. Все получилось, все вовремя случилось. Все получилось. А вечером еще? Вот так вот. Я не готовился. Ты такая раз, и все мои планы установила. Хорошо. А если что, будет сет роллов. Очень вкусно. Настолько все уточняю. То есть ты выстроила наш вечер сегодняшний, да? Либо я просто мечтаю о своем таком вечере, потому что даже знаю, какой сет я люблю, какой хочу. Вообще, ты как этот праздник воспринимаешь? Ты из тех мужчин, которые... Обычный день февраля. День рождения Чикатило. Что мы тут собрались вообще праздновать? Дата с днем рождения, конечно, гадкая. Гадкая, да. Нет, я, короче, воспринимаю любой день как день. Но я понимаю, зачем все это дело люди делают. Чтобы акцентировать внимание. Чтобы кто забыл, тот вспомнил и так далее. Ну, у меня часто 14 февраля был одинокий. Ну, это же было раньше. Ну, да. В той прошлой жизни. Сейчас все хорошо. А сейчас все хорошо. Друзья, порадуйтесь за нашу Айлью. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо и в этот день вам было сказать кому о любви, обнять, поцеловать, пожелать всего самого хорошего и почувствовать, насколько вы счастливы прямо сейчас, прямо в эту секунду. И чтобы это ощущение эйфории всегда у вас и продолжалось. Даже если вы прожили со своим любимым человеком много-много-много десятков лет. Правильно? Все верно. А Валентинке почему-то про них ничего не сказал. Ну, это для детей. Вот дети нас смотрят тоже. Как раз к Валентинкам, да. У меня отношение такое, ну, немножко скептичное. Скорее, это атрибут действительно детский. Потому что в подростковом возрасте можно как-то использовать в виде такого негласного признания, высказывания своей симпатии. А вот сейчас, например, опять же, роллы мне дороже, чем Валентинка. Понимаю. Потому что вместо, если... Вместе, ладно, а вместо, вот если будет просто сердечко из бумаги... И никто не оценит эту грязь на листке. Да, я понимаю. В школе, кстати говоря, это был верный способ, да, признаться в чувствах. Потому что встаешь так вот один на один с кем-то и хочешь что-то сказать, а рот не открывается. Волнение все было. А можно же еще и подсунуть было куда-нибудь? Можно. У нас была в школе коробка специальная такая, все классы закидывали, а потом всем разносили. Ага, без адреса? Ну, нет, адреса. Просто конкретный класс там принесли вот на тебя-то такое количество. Ух ты! На тебя другое, да. Так, Илья, сколько получал ты? Ой, очень мало было. Ой, да ну, 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 ну. Ну, не скромно. Я вот такой, когда был, все себе привык. Ну, ты же был красавец всегда вообще. Нет. Нет? Только когда вырос и пришел на телевизор. Я сейчас я себя скромно оценю. Ну, да. Он меня возвысил, он меня украсил и так далее. Конечно, конечно. Сделал более уверенно, правильно? Безусловно. Я теперь на камеру не теряюсь. Друзья, впереди выпуск новостей. Посмотрите их. Зарядитесь позитивом от тех сюжетов, которые приготовили наши господицы. Конденты. Здравствуйте, телезрители. Вас вновь встречает Ирина Гунова и Илья Селютин. Новости посмотрели вы общие. Молодцы. Общие мировые, да? Молодцы. Что уже посмотрели и по-прежнему с нами? Ну, у меня есть такие, о которых по телевизору не скажут. Рассказывай. Очень странные, безумные даже в некотором смысле. Ой, люблю вообще. Все фриковатое такое. Да. Ну, это особенно фриковатое. Короче говоря, в Москве, в одном из хостелов, все же знают, что такое хостел. Хостел – это такие… Микроотели. Микроотели эконом-класса. Да. В общем, один мусульманин, потому что это важно, религиозное направление. Короче говоря, заявил, что в него селился джин. Джин? Джин. Вот у тебя ассоциация с джинами какая обычно? Ты знаешь, ну, я пытаюсь связать религию. Она напрямую связана. Арабские сказки, арабский полуостров, все-все, пока что бьется. Багдад, все дела. Ну, подожди. Ну, ты по Аладину, наверное, судишь, да? Такой весельчак. Да, вообще, по арабским сказкам. Но он заявил, он расстроился в этот момент. Конечно. Он призывал на помощь? Да. Потому что джин – это как дьявол в русской и европейской традиции. Да. Я думала, это как золотая рыбка, которая, о, все тебе сделает. Вот, я же говорю, ты судишь по диснеевскому мунику, скорее всего. Конечно, я вообще всегда живу. Он такой весельчак, исполняющий желание, дуркует. Нет, это тут безумный такой. А он владей, да? Да. Получается. Ну, то есть, зовите экзорциста, так он? Так точно. Ну, ему вызвали вначале не экзорциста, а скорую, потому что предположили, что он чем-то заряжен. Солитарный. Да, ну да. Но потом вызвали священнослужителя, короче, мусульманского. Не знаю точно, как он. Ну, возможно. И он, короче говоря, читая там их молитвы. Так, черепаха вышла. Из него якобы изгнал это все дело. И черепаху выгнал. И джинна выгнал. Теперь он… Но потом выяснилось, что он был под веществами. Все-таки, да? Ну, да. Ну, человеку помогли. Конечно. А человек, который приехал, все это сделал, он точно поставил себе галочку, что на сегодня он добрых дел уже для кармы почистил. Ну, этот парень просто в роль вжился. И вот раз он в этом состоянии находится, значит, есть люди, которые его вылечить могут. Ты знаешь, Илюш, я думаю, что он просто одинокий человек. И ему точно в 14 февраля некому признаться в любви. Гастарбайтер. Я думаю, что у него работа на первом месте. Его любовь. Ну, да. Не хотелось идти на работу, значит, в этот день. Февраль, зябка, все дела. Друзья, сейчас зарядка. Хорошо. Разминаемся и продолжаем обсуждать интересные мировые новости. Здравствуйте. Меня зовут Яна Чербу. Я инструктор по фитнесу. Вот уже 27 лет. Занимаемся как на суше, так и в воде. Я преподаю занятия как в группах, так и индивидуальные. Сегодня мы будем рассматривать упражнения в воде с некоторым снарядом. Аквапалка это называется. И вы увидите, как можно разнообразить свои упражнения на воде. Погрузили палочку. Упражнение планка. Работает спина, работает пресс. Руки прямые, локти втянуты. Легли на поверхность воды. И прямые ноги сводим, разводим. В разные стороны. Поехали. Раз, и два, и три. Стопу кладем на палочку. Зафиксированы ногами. Свободной ногой на дне рисуем круги. Держим плечи в нейтральном положении. Хорошо. Хорошо. Большого диаметра круги. Большого диаметра. И в обратную сторону. Этой же ногой. Старайтесь плечи к ушам не тянуть. Руки чуть-чуть полусогнуты в локтях. Для того, чтобы плечи можно было оттянуть к талии. Молодцы. Молодцы. Поменяли ногу. Работаем. Дыхание не задерживаем. Дыхание свободное. Хорошо. И поменяли направление в другую сторону. Закончили. Сегодня мы просмотрели занятие с аквапалкой, которое позволяет интересно и с пользой провести занятие в воде. Аквапалка на самом деле может помочь увеличить вам нагрузку, проработать как мышцы бедер, как мышцы спины, ягодиц, пресса и очень много-много еще чего. На этом все. Всем пока. Всем привет. Это программа «Есть Тудэй» Илья Селютин. И мы с Ириной Мигуновой. Да. Мы продолжаем наш эфир. Мы надеемся, что вам с нами очень интересно. И у вас повышается настроение с каждой секундой, пока вы на канале Телемикс. Мы еще ничего не начали готовить. Обсуждаем новости. Но я тоже хотела, Илюш, поделиться. В Индии... А я пока чай на Илью. Слушаю тебя. Ты что-то там стоит одинокий. Ничего себе. Да я... Впервые мы забыли про чай. В Индии, Илья, внимательно слушай. Полицейские допросили по делу о продаже запрещенных наркотических веществ на скром. Кого? 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 Попугай. Представляешь? Пришли на место преступления. Там только, собственно, попугай. И они не отчаялись. Какие там улики, да? Какие там смывы и отпечатков. Зачем? Вот у нас свидетель живой. Знаешь, что ответил попугай? Не знает ничего. Тарелка. Тарелка. Да. Ну, то есть, неспроста не к нему подошли. Ну, вот, я не знаю, почему так, но мне показалась новость весьма и весьма забавная, особенно надежды, надежды полицейских. И кто-то же молодец, журналист, выхватил это все. И заголовок. Не, ну, на самом-то деле, нормальный ход. В общем-то говоря, только глупцы эти злоумышленники, конечно. Ну, понимаешь, это если действительно в тарелке было смысл, а он просто сказал «тарелка». А, так итога нету, что они там все обнаружили тогда? Конечно, ничего они там не обнаружили, доказать ничего не получилось. Ну, продолжение, честно говоря, не знаю, но само по себе прикольно. Ну, новость странная. Это вот из списка странных новостей. Из списка странных новостей. А у меня тоже про животных есть сюжет, статья. Да, да, да. Короче говоря, вот бывает ли у тебя такое... у тебя нет котов? У меня есть. Есть. Кот. Кошка. По имени Кошка. Ну, хорошо. Очень оригинальное имя. У меня была соседка, у которой была кошка по имени Мышка, например. А у нас в деревне там кошки по именам, по номерам вернее. Первая, вторая, третья. Ну, лень была бы думать. Короче говоря, кошка твоя путешествует за тобой, например, в ванну, когда туда уединятся? Везде путешествует. В основном она путешествует за собакой и лупит его без остановочек вообще. И ночью, и днем. И даже если она лежит на гладилке сверху, тоже по морде, ему обязательно даст, если тот посмел пройти мимо, потому что мы все у нее в гостях. Так, ну, немножко я пытаюсь притянуть к своей статье, а так меня оттолкнушь. Так, так, хорошо. Короче, если кошка тебя преследует по всему, ну, и в частности, там, в ванну, допустим, и уединилась, это неспроста. Оказывается, это вариант опеки со стороны животного. Потому что, потому что. Вот когда они идут, делают свои дела, они такие, может, наблюдал, напряженные, сконцентрированные. Вот. И они в этот момент очень уязвимы, как в момент, когда себя, допустим, облизывают. Ага. И они думают... И они переживают за человека. Да, да, да. Вот это да. Вот так, забота и защита. Анна Матвеас переживает за вас, и прямо сейчас он вам расскажет, какая будет погода. Друзья, ну вот мы уже и на кухне. Илья сегодня будет проходить еще один экзамен. Я буду инструментом, а Ира, вот генератор идеи сегодня. Я буду успевать разговаривать с нашим гостем. Одним голоском мы с ней, Айтон, девушка, будем поглядывать и контролировать. Но сегодня, друзья, у нас опять несложное блюдо. Это что? Грудка куриная, нарезанная она кусочками, примерно вот на такие кусочки. Конечно, не вдоль, поперек волокон. Поперек, друзья, грудку режем поперек. Поперек, это 100% успеха, если вы нарезали поперек волокон. Грудка у вас всегда будет сочная. Мы ее чуть-чуть замариновали в соевом соусе. Это будет а-ля стрипсы, наверное, или курочка в кляре. Как-нибудь придумаем, может быть, даже к концу. Давай вот патриотичный, в кляре. Разбиваем яйца, 5 штук разбиваем. Так. Разбиваем яйца. Для кляра я рекомендую использовать в равных соотношениях муку и крахмал. Друзья, крахмал любой, кукурузный, можно картофельный. И в самом конце, перед тем, как уже окунать туда ваш продукт, опять же рекомендую добавить разрыхлитель от теста. От этого кляр станет еще хрустящий, воздушный. И в него, кстати, давай добавим немножечко всяких специй. Когда кляр имеет вкус, это тоже здорово. Что у нас еще есть? Помоги мне, пожалуйста, чтобы я ничего сухого не уважнил. Паприки добавим. В общем, ваши любимые специи, пожалуйста, какие хотите. Хотите итальянскую нотку добавляйте. Хотите индийскую, кари можно легко добавить. У вас будет корочка кари, только в кляре. Так оно же нормально звучит. Ой, да. По форме и по цвету это будет как кубаро, этот китайский продукт. Ты знаешь, кубаро отличает ни в коем случае. Смотри, кубаро – это обмазка сладенькая сверху. Она очень важна. А, это не кляр, собственно. Потом все в соусе. Здесь же нет. Это будет суть нашего кляра. Простите. Вроде сбивается. Правильно, правильно делаешь. Очень быстро делается, друзья. Конечно, идеально, чтобы у вас было прям, ну так, достаточно кляра. Но, но, есть всегда, каждая мать знает, наверное, и хозяйка, что порой сантиметра масла достаточно для того, чтобы добиться того же самого эффекта. Да? Не обязательно тратить всю бутылку или три четвертых. Ну, в общем. Ну, сейчас попробуем. Экономим, экономим немножечко. Знаешь, чего я боюсь? Что у меня кляр будет стекать туда и будет заполнять все. И будет что-то вроде пиццы. Поэтому мы делаем чуть густой кляр, друзья. Впереди у нас короткая реклама. Подробнее вам все расскажем. И после уже будем встречать наших гостей. Всем привет! В эфире программа «Есть Тудэй» в студии Ирины Мигунова. И, как всегда, этот день вместе с нами встречает наш надежный друг и партнер группа предприятий «Янта». Группа предприятий «Янта» – полезные продукты для всей семьи. «Янта» – майонез, сделанный с душой, только из натуральных продуктов, выращенных на собственных полях. Для ценителей качества по ГОСТу, такой нежный, такой густой, «Янта» – есть вкусно. Всем привет! Это программа «Есть Тудэй». Меня зовут Ирина Мигунова. За кухонной зоной у нас Илья Силютин. И наша замечательная гостья Мария Гончаренко. Но сначала, Маш, я скажу, что ты участница. Участница реалити-шоу, которое мы снимали в первом семестре, так скажем, этого телевизионного года, нашего шоу «Ты сильнее». И продолжаешь вообще свой путь, что очень круто. А вообще Мария еще и руководитель семейного центра развития «Мария» – одноименный центр развития. И сегодня будем говорить, наверное, конечно, о последствиях участия в проекте тоже. Ну и хочется расспросить о твоей работе, как, может быть, проект на это повлиял, как вообще дела в центре. Поподробнее рассказать о своей деятельности. Ну, с чего начнем? Я вот даже не знаю. У меня руки чешутся узнать, как ты живешь после проекта. Можно? Да, можно мы сначала спросим о проекте. Кстати, Ирина, Ирина, это начало моего проекта, потому что я хотела попасть в третий проект, но была скромна. Это была прошлая весна. Это была весна, да. Я была скромна и так чуть-чуть заявила себе, но когда вошла не я, я была рада, что там были обе мои знакомые девушки. Вот. В третий я уже была понастойчивее. Звонки в 12 ночи. Этой осенью, друзья, я вам расскажу, пишет Маша. Она у меня была сохранена, когда мы пересекались то ли на съемках, то ли что. А мы еще даже не решили, делаем мы проект или нет. Между прочим, мне кажется, что благодаря твоей настойчивости решение в пользу его создания все-таки было принято. Да, и тогда ты была, ну честно, намного больше. Намного больше. Да. Намного больше, да. Это было больше ста килограммов, это было что-то... Я могу сказать... В первой серии что 113, что ли, 109. Получается, вот фотографию покажем, да? Да, вот она прямо сейчас, эта фотография. До-после, я была летом, вот это вот 25 июля, это мой день рождения, я там была 115 килограмм. Лань! Лань! 115 килограмм живого веса, чистого золота. Вот, и потом начались вопросы с моим здоровьем, то есть я пошла в поликлинику, диспансеризация, врачи, а потом пошла в Рафаэль, вот, и в итоге к проекту, к проекту, к октябрю я уже вышла на 109 килограмм. То есть вот тот вес, который быстро скидывается... Ты была заряжена на результат заранее. Да, вес, который быстро скидывается, я его уже скинула до проекта. Вот, и в проект я уже заходила в 109 килограмм. Сейчас какой? А сейчас у меня 100. 100? 100, да. Ну, мне кажется, визуально гораздо больше ушло. Потому что качество веса другое. Я же как зарядилась в спортзал... Маша Качок, как и я. Да, я очень люблю тренажерный зал. И из всех направлений, которые есть групповые в том спорткомплексе, я выбрала Хутайрон. Вот, занималась раньше Хутайроном. Я много чем занималась, не буду скрывать, имея свой центр и в центре спортзал, ну, стыдно было бы не ходить на свои же тренировки. Вот, поэтому, конечно, опыт у меня есть в разных направлениях работы. Но вот мне ближе Хутайрон, да, железо, вот это вот мое. Да. Ой, какая прелесть. Потому что, друзья, вот закончу мысль. И почему вес порой не уходит так стремительно? Потому что мышцы, которые ты успеваешь нарастить, они весят еще больше, чем жир. И поэтому ты вроде как и худеешь, визуально объемы уходят, уменьшаются, а на весах не сильно. Илюш, спрашивай. А я вот хотел бы уточнить, Хутайрон, это же с железками прям по полной работе. То есть там присаживаются. Это же танцы, с отягощением. Да, красиво. Ну, я думаю, что это не совсем женский вариант. Ну, в сочетании с восточными танцами очень даже классно. Это как-то, берешь гриф с блинами, так вот популяциешь, или что это? Как это с восточными танцами? Как Маша великолепно танцует восточные танцы. А я про то, что как это с железками сочетать? Ну, потому что, Илюш, ты сначала, конечно, ты сначала покрасивался так. А я думал, ты все сочи. Потому что, представляешь, сколько ты сжигаешь калорий. Как у тебя в тонусе начинает быть твой мышечный корсет, правда? Железки, это вот, я тоже думаю, что напрасно люди осуждают их в отношении женщин и железок. А я не суждаю, я просто уточняю. Знаете, не встает висеть трицепс, вот эта штучка, когда она перестала у меня вот отболтать. Вот у меня тоже вес ушел, но я бы не сказала, что у меня сильно оно висит. То есть нет вот этих морщин. А если мы будем дальше делать, то и все будет хорошо. А вот у меня к Марии вопрос. Вот некоторые, я им не верю, этим людям, которые приходят качаться в зал, заниматься спортом, они первое время страдают, а потом говорят, я с таким удовольствием прихожу. Мне так нравится. Да. Ты становишься чемпицы. Приходит время тренировки, а ты дома. А мышцы такие, так, быстро, быстро что-то делать. Где, где, где вот это, где вот это. Да, Илья, в общем, эндорфин, который вырабатывается, особенно на последних подходах, последних упражнениях, вот я даже чуть-чуть вот плыву, потому что это дофамин вместе с эндорфином. И ты кайфуешь. Я и сам своего рода спортсмен. У меня дома инвентарь, я и занимаюсь. Просто каждый раз, когда я приступаю к тренировке, для меня это нужно сломать себя. Двадцать повторений. Двадцать повторений, и ты пойдешь к своим штангам и гирям вообще. Просто вот так вот. Я и в зал ходил, пытался. Ну, подряд, двадцать повторений. Коллективная ответственность, опять же, например, всегда меня бодрит. В зале уже все свои, уже со всеми пока поздороваешься. Меня поправит, узнай, в зале. Ты что? То есть я сижу, да, там подход сделаю, сижу, отдыхаю. Тут же еще, как всегда, клиенты звонят. Работай. Все, да, работаю, работаю. Ты сзади, Мария, мы доложим, мы не работаем. Ничего себе. Так приятно, да. Тоже там, ну что, расскажите, вы уже победили, что вам подарили? То есть вот такие вопросы разные. Вот радуются, радуют меня еще мои друзья, которые тоже в том же спортзале. Они тоже, Мария, ну помним, видим, ценим, вообще здорово. То есть я думаю, для многих это еще и мотивирующий фактор, потому что на работе, опять же, друзья, знакомые, все верят в тебя и такие думают, а я чем хуже. Да. Да, тоже у меня подружки там занялись с собой. Есть девочки, которые там, допустим, где-то экономили на себе. Смотрю в сторисах уже, там масочки пошли, массажики. Думаю, вот, отлично. Потому что и цвет волос изменила на проекте, и очень тебе красиво. И продолжаю, и даже к тому же мастеру лично хожу, потому что попыталась изменить, затемнили, и вот сейчас тоже у нас как раз по времени, по графику покраска, и я прихожу, и мне из этого темного опять выводили мой рыжий убийств. Маш, ну, работа, давай все-таки о твоем центре поговорим. Мы все время думали, что это детский центр, что ты занимаешься с детишками, и в проекте ты у нас как педагог с детьми. Но ты говоришь о том, что центр семейный. Неужели вы работаете и со взрослыми? Конечно, у нас восточные танцы только для взрослых. Я знаю, что есть дети, которые танцуют восточные танцы, но пусть я буду ханжой, но мне кажется, там, до определенного возраста надо шевелить не бедрами, а мозгами. Ну, это мой взгляд. Пусть я буду старомодная, да, потому что мне звонили там с вопросами, «А когда будет у нас тверка?» Я говорю, «Никогда!» «Никогда!» У нас для детей акробатический рок-н-ролл, когда идет развитие там, и гимнастика дается, это растяжка, и акробатика, всевозможные кувырки, поддержки. Ну, и ОФП, да. Поясните, что под запретом, что за тверка. Тверка? Я-то стесняюсь такое говорить. Это ягодичный тремор. Это когда клубится на пол, да, а потом спрашивают, «Ваш партнер уже ушел!» То есть, если вкратце, да. Вот. Восточные танцы – это эстетично, это красиво, это полезно тоже и для фигуры, и для женского раскрытия, в отличие от тверка. Ну, я не буду его принижать, потому что каждому свое, да. Вот. Ну, допустим, для нашего центра, для нашей методики работы – это восточные танцы, естественно. Вот. Что я видела, лупите вы там. Да, причем сильно. Что-то и по чем-то, и чем-то. Вот объясни мне. Современный мечевой бой. То есть, у нас есть специальные торбы, я их называю, я не помню, как они по-научному. Это очень мягкая палка, да? Да, они мягкие палки, у нас есть шлемы специальные, чтобы это было не больно. Вот. И они стандартизированы, есть свои для малышей, есть свои для взрослых. И есть у нас так называемая «балда», это специальная груша для взрослых, как она там называется, которая на полу стоит. Ну, Герман. Опаси Герман, он не фигурный, да. И мы по нему отрабатываем удары, и плюс еще… Зачем? Выброс энергии. Раз, вообще, все. Там даже минуты хватит поработать с этим Германом для того, чтобы сбросить весь негатив. А плюс эти торбы… Бойцовский клуб. Открылась, значит. Главное правило бойцовского клуба. Мы еще долго думали, потому что там секция современного мечевого боя «Мария», ну, как-то не звучит. Мы назвали «Булат». Булат. Да, то есть современный мечевой бой, секция «Булат» называется. И там есть какие-то хитрости, или ты лупишь, как вообще твоей душе угодно? Смотря какое желание. Если просто полупить, пожалуйста, «балда» стоит, лупи сколько хочешь. Но если вы именно секцией занимаетесь, мечевым боем, кстати, у нас 10-6 лет, и старше, и взрослые. То есть у нас есть группа взрослых по субботам, альтернатива всем каким-то завлекаловкам. Ух ты, а это что-то аналог какого-то фехтования? Да. То есть здесь конкретно отрабатываются приемы фехтования мечами. Вот как раньше, только он называется современный, потому что мы все-таки не железом лупим, да, лезвие. Если собрались в реконструктор и в юности, можно готовиться с болтой. Начинаем, да, с центра Марии, с секции Булат. Секция Булат. Силья – лучшее лекарство от лишенных проблем. Ты знаешь, они же там не друг друга лупят. И друг друга тоже. О, видите. Они не больные. Мы тоже видео давайте вставим, покажем, что это такое. Ты сама порой после рабочего дня выдыхаешь там? Выдыхаю. Когда кабинет свободный. У меня есть два вида отдыха. Один – это в релаксационной зоне. У нас есть там световые волокна. Я там тоже сажусь, с ними развлекаюсь. И как раз вот когда напряжение, когда есть ученики, допустим, сильно упрямые после них, я захожу в кабинет, в спортзал, и там отрабатываю свои дегативные. Вы скажи, у нас там ученики есть, родители. Есть же Герман. Ну, у нас Балда называется, Герман. Понятно. Ну, можно Валерчик, я не знаю. Ну, дать ему имя. В общем, Балда. А что за световые волокна? Как это? Они светятся и меняют свет. В общем, такие струящиеся. Струящиеся световые нити, ты садишься в них, как в домик. Мы тоже покажем, давайте. Да, да, да. А зрители-то наши сейчас видят. И ты сидишь там и медитируешь. Да, их можно косички плести, можно на руку наматывать, можно просто их разбирать, собирать. То есть все, что угодно можно с ними делать. Они крепкие, они клевые. И самое главное, что там импульсы, вот эти вот перехода красный, зеленый, синий, всякие разные, они настроены на гармонизацию нервной системы. Короче, вместо бокальчика сухого красного посидел, поперебирал, позаплетал. Друзья, короткая реклама у нас на телеканале. Мы скоро вернемся и продолжим вам рассказывать. Друзья, программа «Есть Тудейн» на ваших экранах. В гостях у нас Мария Гончаренко, руководитель семейного центра развития «Мария». И мы говорим о семейности. Илья Силютин, кстати, готовит для нас угощение. Не только для нас. Уже почти готово. Все у него получается, курточка в кляре сегодня. Маша, ты уже рассказала, что для взрослых есть занятия такие физические. Это танцы, это мечевой бой, оказывается. Но центр развития, он же предполагает еще и работу с психикой. Потому что я знаю, что ты психолог в первую очередь. Расскажи об этом. Там вы каким образом взрослых на место ставите? Консультирование. Мы даем семейные консультации, консультации с парами, консультации после развода, предразводовые. У меня были случаи, когда вместо развода рожали детишек. Вот это я понимаю. Портфолио. Столько-то детей. Вот мои клиенты предразводные. Не считала, да, не считала. Но приходят с разными вопросами, всем помогаем. И работаю не только я, у меня штат психологов. Плюс еще за плечами опыт работы в методическом кабинете, методическое объединение психологов города Уссурийского, Уссурийского городского округа в том числе. Вот поэтому по городу я знаю многих психологов. И когда ко мне обращаются, и, допустим, я с такими вопросами не работаю, я всегда перенаправлю куда-нибудь и... В общем, проблему решить поможешь в любом случае. Да, да, да. Вот вопросы мы решаем. Ну, многие вопросы, конечно, в центре в нашем решаются. У нас есть и дефектологи, которые работают коррекционно, да, есть консультанты-психологи, которые ведут беседы и дают рекомендации как родителям, так и парам семейным, взрослым. И, как сказать, пенсионного возраста, да, вот, поэтому работаем со всеми. То есть если твой сын плохо учится, можно прийти вместе с мамой и полечить маму? Можно полечить маму, можно полечить ребенка, даже есть репетиторы, которые могут подтянуть. Очень часто дети не хотят учиться, потому что там материал запустили, нету базы, ну, и, соответственно, выше не ложится, он просто не понимает, о чем будет. Таблицу умножения выучил, никаких тебе дробей. Я сейчас прохожу дроби. В пандемию, вот, второй класс тут заканчивал в пандемию, как раз же четвертая четверть – это умножение, деление, дети это теряют, и многие приходили, которые раньше учились хорошо, а вот в пандемию они вот этот кусок очень важный, да, они его теряют. И, соответственно, мы их нагоняем, вот этот кусочек, и все, я отпускаю, говорю, ребята, вам… То есть не как психологи, у вас работают и репетиторы? Да. Домашку делают, продленка, что-то все на свете есть, да? Есть продленка, причем у нас продленка очень интересная. У нас есть утренняя и дневная. Утренняя у нас 3 часа, а дневная – 4. Это вот для тех, кто со второй смены, а потом с первой. Да, 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 у нас для детей с первого по четвертый класс. И там у нас, получается, один час мы посвящаем именно урокам, то есть русский математика письменно мы успеваем делать, ну и повторить там какие-то правила, которые дети не помнят. И остальные 2 или 3 часа, если это дневная, у нас тоже заняты занятиями, то есть у них там и творчество, мечевой бой, танцы, рисование. В общем, развлекаются как могут. Друзья, очень интересно, но мы сейчас прервемся на рубрику, как раз касающуюся русского языка. И Мария Бардакова вам расскажет о новом правиле. Здравствуйте, с вами рубрика «Одним словом». Сегодня работаем с паронимами и немного с грамматикой. Иногда судьба дает нам новый шанс. И сообщая об этом кому-либо, мы говорим «предоставилась возможность» или «представилась». Как верно? Запомним, что в разговорной речи возможны оба варианта. А вот на письме надо использовать только глагол «представилась». Дело в том, что со словами «возможность», «случай» и так далее могут употребляться оба глагола «представиться» и «предоставиться». Глагол «предоставиться» – разговорный, «представиться» – стилистически нейтральный. Еще раз, в устной речи допустимо и так, и эдак «предоставилась» и «представилась» отличная возможность. «Предоставился» и «представился» удобный случай. На письме важно употреблять только глагол «представиться». Во второй части рубрики выясним, как верно – трое или три, троих или трех. Оба слова правильны, отличаются лишь варианты их использования. Запомним, что слова «три», «трех» употребляются со словами женского рода. «Вижу трех девочек, нет трех кошек». «Троих» – это родительный падеж от собирательного числительного «трое», которое используется с существительными мужского и среднего родов. «Вижу троих мальчиков, нет троих мужчин». Ошибкой будет сказать «трое девочек», верно – «три девочки», «трех девочек». На этом сегодня все. Будьте здоровы и говорите без ошибок. Вы вновь в студии «Есть Тудэй». Я почти доготовил наше сегодняшнее блюдо. Ирина Мигунова и Мария Гончаренко, наш гость сегодняшний. Руководитель семейного центра развития. Мария, у нас уже Илья буквально заключительные курочки достает. Последние. А у меня к Марии вопрос. В принципе, зрителям тоже будет интересно. А какие у вашего центра регалии, какие-то сертификаты, достижения? Вот так, чтобы раз сказал, и все поняли. Это у Марии. Да, это у Марии. Международный конкурс «Гема», который сертифицирует и проверяет качество товара как продуктов, так и центров и разных услуг. У нас золотая медаль по Приморскому краю и золотая статуэтка по Дальнему Востоку. А также лучший центр России мы в 21-м году были. Школа «Новаторов» в 20-м году. То есть у нас награды не только по городу, но и по России в целом. Мы всегда где-то участвуем. Сами продолжаете учиться? Обязательно, обязательно продолжаю учиться. Но сейчас я больше перешла на разные видеоролики, вот такое. Потому что в психологии я всегда помогаю студентам, допустим, тоже эти дипломы писать. Мы консультируем их. И все равно в этой теме я работаю. Именно тему маркетинга мне всегда была интересна. Тема видеороликов, фотографирования. Кто наш инстаграм смотрит, сразу замечает, где я фотографировала, где не я. Так что да, в нашем центре уже вторая, наверное, папка пошла этих грамот. Всегда очень много. Мы участвуем в разных конкурсах. И как центр в целом, и как студия танца, и как студия рисования тоже. Маша, куда идти? Мы потому что хвалим, хвалим. Зовем, зовем. Где адрес, куда идти, в каком микрорайоне? Ленинградская, перекресток Ленинградская и Пушкина. Ленинградская, 15А. Там трехэтажка, белая, красивая, кирпичная. И на втором этаже мы забрали сразу полэтажа. И там комфортно расположились, и проводим наши занятия для наших воспитанников. Очень удобное место, да? Да, там очень проходящее, много всего. Дымится, дымится. Это спецэффект. Я, друзья, все время переживаю. Спецэффект контролем. Все готово. Вот, Илья, ну вообще пятерка тебе. Мы, кстати, очень скоро попробуем. Очень скоро, да, Маша? Обязательно. Несмотря на не совсем, не совсем ПП. Ну я вообще-то масло удалил на салфетку. Это правильно. Друзья, все, я напомню, все продукты, которые мы покупаем для нашей готовки, мы берем на рынке центральном. А прямо сейчас мы узнаем мнение покупателей с рынка центрального. И очень скоро вернемся и, наконец-то, попробуем те явства, которые Илюша уже приготовил. Всем привет, с вами ежедневная рубрика «Есть мнение». Все мы любим котлетки, особенно, когда и готовят наши бабушки, да еще и с картофельным пюре. Нам стало интересно, какие котлеты больше всего любят посетители торгового комплекса «Центральный» – мясные или рыбные? Я котлетки вообще не предпочитаю. Предпочитаю пожарить курочку или свининку поджарить на вертеле или шашлычок сделать. Никакие. Я не люблю котлеты. Почему? Мне не нравятся. Я лучше там отбивные люблю больше. Мясные, потому что мясо больше люблю, рыбу не очень воспринимаю. Мясные, потому что я рыбу вообще не люблю. Мясные. Почему? Я люблю мясо, а рыбу не очень. Мясные, потому что рыбные я не ем, они вкусные. Мы благодарим торговый комплекс «Центральный» за помощь в организации съемки. Друзья, вот и завершилась наша программа. Илюша, спасибо тебе огромное за угощение. Машенька, спасибо большое, что пришла к нам в гости. Давайте же пробовать. Давайте. Чувствую себя шеф-поваром. Да? Как раз вынесли. А ты хочешь последним, да, наверное? Как вот спецгостям. Откуда-нибудь, чтобы не было сильно горячо. Снизу, наверное, надо. Так, ну. Вкусно. 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 Поговорите. Никто не заметил. Прожарилось внутри? Да. Все. Ты за это переживала? Да. Я потому что переворачиваю, думаю, так или не так. Не хуже, чем я. Не знаю. Так кто был учителем? Это, ты знаешь, вот прям похвала хорошая. Кстати, друзья, вот это вот очень быстро. Одна у вас буквально грудка. Клярчик. Раз. И дети вот это все растаскали примерно за пять минут. Еще можно на хлеб положить, вариант как сэндвич. Хуже рекомендацию по такому блюдам. Все, что угодно. Да. Любимые специи. А кляр мы делали просто. Это яйца в базе. Мука, крахмал. Даже если нет крахмала, просто мука. Разрыхлитель в самом конце хрусткость придает. Ну, все. Мы оценили. Мы похвалили. Илья. Илюша, молодец. Друзья, а с вами будем, наверное, прощаться. Напомним адрес. Ленинградская, 15А. Ленинградская, 15А. Там находится семейный центр развития «Мария». Для детей и взрослых. Все, что угодно там есть. Мы обязательно здесь еще подвесим титрами, где вас искать. Ну, а с вами будем прощаться. Дарья. Наши телезрители, любимые, дорогие. Увидимся на канале. Всем пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова